С таким испытанием только хороший папа справится, ведь чаще всего подгузники малышу меняет мама. Но в день отца это испытание участникам праздничной эстафеты сложным не показалось. Они с легкостью меняли лампочки, попадали в мишень из лука и не только. Влад и Максим Лучинины честь семьи достойно защитили, за что и получили медаль. Препятствия были достаточно интересные сегодня. Вместе с сыном их, я думаю, успешно преодолели. Все было очень интересно, задорно, даже замерзнуть не успели. Самое сложное испытание какое было? Очень сложное задание было выпить 0,5 воды. После того, как ты выпил до этого, уже практически литр чая. Третье воскресенье октября – День отца. Этот праздник совсем новый. Указ о его учреждении президент России Владимир Путин подписал 4 октября. Одинцовцы радуются. Наконец-то справедливость восторжествовала. И теперь у пап есть официальный праздник. День матери есть и День отца должен быть обязательно. А вот самый лучший папа, он какой? Такой заботливый, нежный, внимательный. Ну и, конечно, любящий свою семью. Отлично, что сегодня праздник такой. Все, я думаю, отцы гуляют с детьми в такой солнечную погоду. А вот для папы в этот день какой подарок самый лучший? Отдых, с детьми прогулка. А как еще? Потому что должно так быть. Есть День матери, есть День семьи и есть День отца теперь. А вот лучший подарок в День отца для вас какой? Вот они бегают. Вот это самый главный подарок. День отца появился в нашем календаре усилиями теперь уже депутатов Госдумы Анны Кузнецовой и Дениса Майданова. Заслуженный артист России долгожданный праздник встретил на Лазутинке вместе с самыми близкими. И, конечно, не обошлось без песен. Ничего не жаль, ни огня, ни слов, если за мечту, если за любовь. Денис Майданов признается, День отца это не только праздник, еще и семейная традиция. И повод задуматься о важном, например, о мужском здоровье. В первую очередь, конечно, это продолжительность жизни мужчин, потому что мы порой не дотягиваем до среднеевропейского уровня, до женщин-то своих порой не дотягиваем. Живем ярко, но быстро. Поэтому здесь нужно, еще раз говорю, здравоохранение мужчин заниматься очень активно и системно. А еще это повод погулять всей семьей в парке. И, как подобает настоящему мужчине, посадить дерево. Он будет уже огромный. Это будет шумоцко-какого-кого-кого-кого-кого-кого-кого. Парк культуры, спорта и отдыха украсили пять клёнов. В следующем году гуляния будут масштабнее, обещают организаторы. День отца праздник новый, но без сомнения станет одним из любимых. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.